Друзья, всем привет! В сегодняшнем видеоролике мы рассмотрим очень такую наболевшую тему у многих пользователей компании Xiaomi. Как же правильно разблокировать загрузчик в 2025 году, что для этого потребуется, ну и какие подводные камни в принципе на сегодняшний день существуют. Поэтому присаживайтесь поудобнее и мы с вами начинаем. Что же, давайте сейчас с вами начнем немного с вводной информации. Получается, на сегодняшний день разблокировать загрузчик на смартфоне Xiaomi достаточно проблематично, если вы не знаете некоторые лайфхаки, которые в принципе существуют на сегодняшний день. Я хоть, конечно, и сторонник официальной разблокировки, то есть там пытаться ловить как-то всю эту историю в Mi Community, чтобы вовремя нажать пальчиком на нужную кнопочку и чтобы вот в 0.0 по китайскому времени попасть. Но я на своем примере понял, что это не совсем реально. И что же получается остается нам делать в данной ситуации? Ведь хочется загрузчик разблокировать, хочется поставить ТВРП, там рут права, хочется другие прошивки попробовать. И на помощь нам придет с вами автоматический скрипт подачи заявки. Но тут также будут свои определенные моменты. Конечно же ссылку на оригинал самой инструкции я оставлю в описании, ну и давайте разбираться, что нам потребуется. Первое, нам с вами потребуется либо компьютер, либо действие на смартфоне. Сразу говорю, что я делал все действия на компьютере, потому что мне это было удобнее, чем через там термукс прописывать всевозможные команды. Кому удобно именно через смартфон все это делать, вы можете выполнять непосредственно через него. Второй момент, все так же, когда вы делаете разблокировку загрузчика, все данные у вас слетают. И потому я вам рекомендую сделать резервную копию, чтобы не было обидно. Третий момент, что я больше это видео ориентирую для разблокировки на примере глобальной прошивки. Хоть у меня сейчас стоит китайская прошивка, на сейчас это роли вообще никакой не делает. Поскольку мы с вами играемся, понятное дело, с автоматическим скриптом. И на сейчас мне, понятное дело, не потребуется взаимодействие с самим приложением Mi Community. Мы с вами с этими моментами разобрались. Теперь идем дальше. Получается, вот у вас есть устройство новенькое, которое вы хотите разблокировать. Я вот, кстати, Xiaomi 15 с помощью этого метода разблокировал. Накатил на него новую HyperOS 2.2, как она вот в кругах блогеров именуется. И что мне для этого потребовалось? Также вам потребуется, получается, мобильный интернет. То есть Wi-Fi тут не котируется. Нужен именно мобильный интернет. Что вы делаете далее? Вы заходите в настройки, нажимаете мое устройство или о телефоне. Ищите версию операционной системы. И долго на эту всю историю нажимаете. До тех пор, пока вам не вылезет, что вы стали разработчиком. Это все отлично. Дальше мы с вами выходим назад, опускаемся чуть ниже. И тут у нас есть расширенные настройки. Ну или в моем случае это Additional Settings. Опускаетесь в самый низ и ищите раздел под названием для разработчиков. После чего чуть ниже опускаетесь и находите такой раздел под названием Status Me Unlock. Опять же, в моем случае оно будет разблокировано. В вашем же случае там будет такая менюшка на вашей локализации, где вы нажимаете кнопочку Согласиться. И вот тут внизу у вас будет менюшка связать с устройством. Но вы на нее не нажимаете, потому как нам нужно будет поиграться со скриптом. Ну а что делать далее, я вам сейчас продемонстрирую на компьютере. Как я уже сказал в описании, вас будет ожидать ссылка на этот пост. Нам потребуется автоматическая заявка на разблокировку загрузчика. Модернизированный скрипт. Тут автор этого всего добра, понятное дело, все красиво расписал. И я ему очень благодарен за это. Кстати, можете тут ему еще накинуть рейтинг дополнительный, чтобы поддержать человека за его труд. Кому интересно, можете под спойлерами почитать информацию, которую пишет автор скрипта. Ну а дальше под вторым, получается, спойлером сам скрипт. Вы на него просто нажимаете, скачиваете и после чего разархивируете в любую для вас удобную папку. В разделе спойлера инструкции все расписано куда повеселее. И тут также, если вы что-то не поняли, вы дополнительно можете там скачать инструкцию в видео формате. Но надеюсь, опять же, что данным видеороликом я смогу вам помочь в плане разблокировки. Получается, что нам потребуется дальше. Также я еще забыл упомянуть важный такой момент, что у вас в смартфоне должен быть выполнен вход в Mi Account. Без этого, как вы понимаете, ничего у нас не получится. Но мы с вами идем далее по инструкции. Получается, нам потребуется скопировать вот такую историю. Это специальный такой JavaScript, который позволит нам получить токен. После чего, который мы сможем внести в необходимый файл. И после чего, как вы понимаете, нам это позволит выполнить всевозможные там привязки. И получить ту самую заветную разблокировку, ну или же разрешение на разблокировку. Получается, что нам потребуется. Переходим либо в вход 1, либо в вход 2. Кому как удобно. То есть, тут ссылка без разницы какая. Далее, сейчас мы ее открываем. И дальше, смотрите, мы должны выполнить вход в наш Mi Account. Также не устаю повторять, что ваш Mi Account в смартфоне на компьютере должен совпадать. Далее, что мы с вами выполняем. Мы с вами в адресную строку вставляем то, что мы копировали на сайте FOP.DA. Дальше, смотрите, мы это вставили. И вот здесь есть пробел. Мы его убираем. И после чего нажимаем Enter. После чего полностью копируем. Нажимаем правой клавишей по этим всем буковкам. И выбираем копировать. Ну или же просто нажимаете Ctrl-C. То есть, вы копируете этот самый токен. После чего, что нам с вами потребуется. Также мы еще должны с вами выполнить загрузку приложения Python. Ну или же установить его, чтобы у нас непосредственно, чтобы сам этот скрипт запустился. Я также оставлю ссылку на то, где можно скачать актуальную версию Python. Если вы все это сделали, все установили, мы переходим далее. В моем же случае папка выглядит следующим образом. Это aru.fhl.versia 0704.25. Я ее открываю. И дальше у вас тут есть три файла. Один из которых именно сам исполняемый файл Python. И его важно переименовать в Unlock. Без всяких там дополнительных точек и прочего. То есть, просто он у вас должен именоваться как Unlock. И опять же, перед этим делом вы должны непосредственно поставить саму платформу Python. После чего мы с вами видим файл токена. То есть, то, что мы с вами только что получили сам токен, мы этот файл открываем. У меня здесь уже, понятное дело, есть все возможные токены. Ну и допустим, в моем случае, заменим первую строку. Это как раз то, что я смог сегодня получить на примере своего аккаунта основного. Я сюда это дело вставляю. После чего закрываю и выбираю сохранить. Если мы с вами откроем следующий файл под названием Timeshift, то тут мы с вами сможем выставлять корректировку, ну или же время смещения. Я, кстати, игрался с разными цифрами. Это было и 1500, и 1200, и 1000. И вот, допустим, у меня на аккаунте жены получилось с цифрами 900. Все это дело провернуть. На своем аккаунте сегодня получилось это провернуть с цифрами 950. И тут важный момент, смотрите какой. Что вы не должны попасться, во-первых, на бан аккаунта, кстати, автор скрипта об этом пишет. Но, во-вторых, чтобы слишком большие цифры и слишком маленькие цифры не стояли. То есть тут нужно именно методом подбора это все дело перебирать, назовем это так. В моем же случае цифры 900 и 950 были успешными. Мы также это закрываем, сохраняем, и после чего открываем непосредственно файл Unlock. Для того, чтобы, опять же, все оно открылось, вы должны поставить Python именно базу, и после чего все будет отлично. Далее, смотрите, номер строки токена. То есть все то, что мы с вами вставляем в файл, именно оно будет начинаться с нового рядка. Это считается за номер строки токена. То есть он не будет ни при каком условии переноситься на следующую строку. То есть он в одну строчку будет прописан. Получается, мы только что с вами вставили в первую строку токен, и, соответственно, выбираем цифру 1 на компьютере. И после чего нажимаем Enter. И далее, смотрите, какие у нас с вами происходят фокусы. Да, хоть у меня тут написано, что заявка одобрена, и разблокировка, возможно, до аж следующего года, у вас там вылезет что-то по типу, или я вам сейчас ставлю скриншот, что время по пекинскому времени текущее у вас такое-то, и сколько вам необходимо ждать. Опять же, от себя дам некоторые советы, что лучше это все дело выполнять, ну, именно саму эту программу запускать где-то минут за 20 до того, как наступит китайское время. Вы можете вбить там время по пекину и сравнить его со своим временем, потому что каждый живет в своем часовом поясе. По моему времени я все это добро открывал в 18.40, 18.45, даже в 18.50 я мог открывать. И также есть еще один тут такой интересный момент, что где-то минут за 5 до того, как у нас именно будет отправляться запрос на сервер, вы не должны нагружать свою линию. То есть, повырубать нужно у торренты, хромы, фаерфоксы, оперы и прочее. То есть, полностью у вас должен быть стоковый комп. Как только, смотрите, если вам вылезает, что заявка одобрена и разблокировка возможна, это замечательно. Я вам покажу, что мы делаем далее. Есть еще один такой интересный лайфхак, когда у вас, получается, выполняется подача заявки, именно там вы увидите, что у вас будет написано, что там выполняется подача заявки, там пакеты отправлены. Вы в этот момент в разделе для разработчиков и статус Mi Unlocked вы можете нажать связать устройство с Mi Аккаунтом. И есть вероятность того, что по серверу вам разблокировка не одобрена, но смартфон связан был с вашим Mi Аккаунтом. У меня такой прикол получился с Xiaomi 15. Но на всякий случай, я вот сегодня себе получил дополнительную разблокировку, ну, чтобы быть полностью спокойным. И как только вы все связали, и как только вы все подтвердили, вам потребуется старая знакомая программа Mi Unlocked от компании Xiaomi. Как вы видите, я смартфон подключил к компьютеру, и далее мне потребуется сделать следующее. Его перевести в режим Fast Boot. Это делается путем, получается, разных комбинаций, как вы могли только что заметить. Я перезапускаю устройство, и в этот момент удерживаю клавишу громкости вниз. До того момента, пока он мне не выбьет, что я попадаю в раздел Fast Boot. Как только у нас раздел Fast Boot появляется, опять же, вы его подключаете смартфон к компьютеру, заходите в свой Mi аккаунт, со всеми этими вопросиками соглашаетесь, то, что вам написано. Также у вас еще все должно быть хорошо с драйверами. Вообще, в принципе, что-то в последнее время Xiaomi 15 и мой Ryzen с Windows 10 не особо дружат. Уже кучу вариантов драйверов перепробовал. Но более у меня все так отлично работает, почему-то на ноутбуке. Но это не суть. Если тут у вас все нормально, если тут у вас отображается ваш смартфон, вам напишет, что возможно удаление данных. И вы понимаете, что да, после всех этих действий ваши данные полностью сносятся. И вы здесь нажимаете на Unlock. Далее там еще дважды вам вылезет окно, что вы точно согласны на все эти телодвижения, на все эти риски. Вы с этим соглашаетесь, если, опять же, вам это точно необходимо. И после чего смотрите, что вам выдаст система. Кстати, есть еще интересный такой момент, что кому-то сразу Unlock делалось, кому-то, получается, нужно было ждать 72 часа, а кому-то еще после этих 72 часов еще 14 накидывало. И вы, соответственно, смотрите, что вам дальше выдаст. Важный еще момент. Когда вы все это дело провернули, когда вы все это связали, из Mi аккаунта выходить нельзя. Но, соответственно, дальше вы из режима Fastboot выходите путем удержания клавиши питания и пользуетесь вообще без всяких проблем своим смартфоном и дожидаетесь того времени, когда нужно еще раз будет зайти в эту программу и уже выполнить полноценную разблокировку. Потому как компания Xiaomi всеми этими действиями, к сожалению, не убрала такую историю, как ожидания по времени. Ну, я имею в виду, что вот эти 72 часа. Надеюсь, что данная инструкция вам поможет разблокировать ваше устройство, как, собственно, она помогла. И мне, надеюсь, что вы сможете что-то там себе интересное поставить, что-то попробовать то, что хотели давно сделать. И надеюсь, что, в принципе, в 25-м году данный видеоролик будет актуален. Все ссылки на инструкции, все ссылки на драйвера, ссылку на то, где можно скачать Python, я оставлю в описании под этим видеороликом. Потому туда переходите и внимательно ознакомливайтесь. Если еще остались какие-то вопросы, смело пишите об этом в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну, а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова